На фоне ЧМ Владимир Путин забивает дипломатические голы. Нейтан Ходж, CNN, США. 21 июня 2018 года. Кремль, возможно, и увяз конфронтации с Западом, но остальной мир к президенту России Владимиру Путину приезжает. Россия принимает у себя чемпионат мира по футболу 2018 года, а Путин набирает важные дипломатические очки. Мировые лидеры приезжают в Москву на матчи, чем повышают статус Путина и ставят Россию в центр геополитических событий. В качестве примера можно привести стартовый матч между сборными Саудовской Аравии и России. 14 июня перед первым матчем чемпионата Путин принимал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Команда саудовцев проиграла России со счетом 5-2-0, но кремлевский лидер и наследный принц использовали визит, чтобы подчеркнуть свое тесное сотрудничество, направленное на укрепление мировых цен на нефть. Мун выступит с речью в Российской Государственной Думе, Нижней Палате Парламента, а затем отправится в Ростов-на-Дону, чтобы успеть на матч Кубка Мира между сборными Кореи и Мексики. После Олимпиады в Сочи прошло много времени. Это тактика, которую Путин использовал во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Мероприятие, которое тоже должно было продемонстрировать уверенное возвращение России на мировую арену. Но по сравнению с этим годом тогда все было принципиально иначе. Во время Сочинской Олимпиады Россия была членом международного сообщества. И это закончилось всего через несколько дней после церемонии закрытия, когда российские спецназовцы захватили правительственные здания на Черноморском полуострове Крым, что привело к аннексии России и украинской территории к введению западных санкций против России. Отношения между Западом и Россией с тех пор остаются натянутыми. Созданию враждебной атмосферы между Москвой и западными странами способствовали крушение на востоке Украины рейси МХ-17 малайзийских авиалиний, обвинение во вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлию в английском городе Солсбери, а также конфликты на востоке Украины и в Сирии. В глаза бросается отсутствие на Путинском чемпионате мира, отсутствие лидеров США и стран Западной Европы. Но это не удержало иностранных гостей от поездки в Россию. Более того, по данным FIFA, наибольшее количество билетов на чемпионат мира за пределами России было продано в США. О присутствии тысяч иностранных болельщиков, ликующих, аплодирующих и пьющих на улицах Москвы и других российских городов, убедительно и наглядно демонстрирует, что Россия приветствует мир с распростертыми объятиями и вовсе не изолирована. И мощный импульс в стране – это помпа, с которой проходит чемпионат мира, служит Путину прикрытием в решении внутренних проблем. В день открытия турнира премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о реформе пенсионной системы в России, о постепенном повышении в стране установленного пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Это – весьма неоднозначный и вызывающий острый спор и шаг в стране, где многие люди зарабатывают на жизнь в государственном секторе и рассчитывают на социальные выплаты в рамках системы социального обеспечения, унаследованной от Советского Союза. И это предложение властей дает российскому оппозиционеру Алексею Навальному новый повод бросить вызов Кремлю. Во вторник он призвал провести 1 июля акции протеста против предлагаемой пенсионной реформы в 20 городах России. «Давайте честно скажем, повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым – самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом назревшей реформы. Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем», написал Навальный в Инстаграме. «Давайте честно скажем, повышение пенсионного возраста,